Музыка Прокидываете голову, зажимаете нос, плотно своими губами обхватываете губы пострадавшего и делаете два вдоха. Пять минут без воздуха могут стоить человеку жизни, рассказывает врач-хирург Владимир Станкевич. До приезда врачей важно оказать пострадавшему первую медицинскую помощь. С подобными ситуациями мы можем столкнуться в жизни в любой момент. Никогда не знаешь, когда что-то может произойти или с тобой, или с близкими, или с родственниками, или просто с прохожими. Но иметь оказывать первую помощь – это необходимый навык. Рудольф Викторович работает главным инженером в ресурсоснабжающем предприятии МУП ЖКХ Назарьева. С опасными ситуациями еще не сталкивался, но уверен, лучше заранее подготовить себя и других. На занятии получил начальные навыки сердечно-легочной реанимации. И искусственное дыхание, и прямой массаж сердца. И вот товарищ, который нам преподаватель давал эти занятия, он и практической практикой показал мне, как это делается. И надеюсь, что у меня в голове останется малышка, понадобится помощь экстренной человека. Я думаю, что смогу спасти. Медицинское образование тут не нужно. Первую помощь оказать может любой. Главное – не паниковать и делать все правильно. В рамках проекта «Охрана труда» проводим занятия с сотрудниками МУПа, с руководителями подразделений по оказанию первой помощи в результате несчастных случаев. Цель проекта – обеспечить безопасность на предприятиях Одинцовского округа. В этот раз жизненно важные навыки приобрели и более 15 работников. Эмилия Аркелян, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.